27 августа Красноярский театр оперы и балета дает необычную премьеру. Это будет мистическое шоу, которое выйдет за рамки театральной сцены в прямом смысле этого слова. Представление будет проходить на альтернативной площадке. Испугаются ли зрители и примут ли любители классики новый жанр, узнаем у наших гостей. В студии Мария Тихонова, режиссер-постановщик мистического шоу «Русалка» и Андрей Колесников, куратор событий культурного пространства «Каменка». Доброе утро. Доброе утро, гости наши уважаемые. И расскажите нам вообще в целом, наверное, Мария, к вам этот вопрос о «Русалке». Что это за постановка и почему называется «Русалка»? Дело в том, что это синтез двух произведений. Это опера Александра Сергеевича Драгомышского и поэма Александра Сергеевича Пушкина. И вот это два произведения, они немножко разные. На один сюжет, это история про любовь, конечно же. Но мы поднимаем очень важные социальные и такие вот вопросы, связанные с экологией и жизнью в целом. Про любовь и про экологию просто. Да, просто да, про любовь и про экологию. А почему это называется мистическим шоу? Как это будет выглядеть? Что мистическим? Дело в том, что русалки, насколько мы знаем, это такие мистические существа, которых на самом деле вроде как не существует. Может быть, кто-нибудь видел и будет потом говорить, что видел на самом деле настоящую русалку, а мы показали не настоящую русалку. Но тем не менее... По крайней мере, после постановки все скажут, что видели русалку. Все видели русалку, настоящую русалку. Мы будем стараться. Вот, приоткрою немножко тайну. Чуть-чуть. У нас будет еще балет. Да, балет. Чуточку. Чуть-чуть. То есть у нас, кроме как шесть солистов, как мы обычно говорим, у нас будет еще четверо русалок. А может быть и больше. Мы пока что решаем. Это, получается, балерины будут исполнять роль русалок. Да, да. То есть это... Заинтриговали, да? Заинтриговали. Неожиданно такая. Для этой постановки нужна какая-то особенная площадка. Я так понимаю, она будет. Как минимум, да. Да, она будет. Как минимум будет открытое небо. Вот, потому что, когда мы фантазировали на тему спектаклей, когда думали вообще, какие проекты можно вместе с театром оперы, балет и Каменка сделать, думали как раз вот именно о каких-то событиях в парке под открытым небом, потому что это новое. Этого еще, можно сказать, именно вот таких пацанов, которые мы планируем, никто не делал. Мы решили вот именно это попробовать сделать. Но пока все хорошо, поэтому все будет проходить на хозяйственном дворе, скажем так, на внутреннем дворике культурного пространства Каменка. Вот, там мы делаем амфитеатр, там мы делаем сцену и готовим все для того, чтобы спектакль прошел успешно. А сколько зрителей сможет вместить вот эта вот сцена под открытым театром, под открытым небом? 153 человека. 153 человека и не человеком больше. К сожалению, нет. К сожалению, да. А как насчет погоды, если, например, дождь пойдет? Мы будем шаманить. Дождь пойти не должен. Не должен. Мы будем шаманить. У него нет выбора. Я знаю, что еще эту постановку вы называете драма-опера. Вот расскажите про это. Ну, драма-опера, потому что это два разных произведения. Это опера Драгомышского и поэма Пушкина. Ну, а что это необычно сам по себе? Ну, да, это необычно. Это вполне такой новый жанр, наверное, для красноярца, потому что мы редко встречаем драму-оперу. Это когда певец сначала поет, а потом неожиданно мы переходим на драму, потом он не может молчать, он начинает опять петь. И вот постоянные вот эти переходы. Но мы стараемся их аккуратно решать, и они будут плавными, и человеку будет казаться, что это постоянное, бесконечное действие. Ну, вот можно еще один вопрос задам. Для Красноярска, как вы, Мария сказала, сказали, это необычно, а вообще для России, вообще в целом для оперы. Что-то подобное уже было когда-нибудь? Дело в том, что драма-опера, иммерсивный спектакль, это, конечно, очень сложное слово сейчас было. Очень сложное. Очень сейчас сложное слово. Это когда зритель вовлечен в действие спектакля, то есть зритель непосредственно является частью сюжета. И когда зритель становится частью сюжета, на него там, я не знаю, вдруг неожиданно может выйти человек, или ему что-то предложить, или сказать, давай, брось в меня. Вот это совсем новый жанр для России в целом. То есть он развивается только последние несколько лет. Но тем не менее в Европе и в Америке этот жанр очень развит, и мы, наверное, взяли какую-то моду оттуда. Но у нас это как шоу, это как частично развлекательная, частично образовательная структура, очень хорошо идет. Слушайте, ну это очень интересно. Мне кажется, теперь зрители должны понимать, что придя на этот спектакль, они попадают еще прямо на сцену и становятся действующими лицами. Да. А вот, кстати, о действующих лицах. А кто задействован будет в спектакле? Задействованы будут наши дорогие и любимые солисты Красноярского театра оперы и балета. Это Ксения Хованова будет исполнять партию Наташи. Это Александр Мурашов будет князем. Это Евгений Севастьянов будет у нас мельником. Это Дарья Рябинка, которая будет исполнять партию княгини. Это, конечно же, Инна Сподина. И это, конечно же, Алексей Соколов, которые будут свидетелями на свадьбе и с Ватом Суахой и Ольгой. То есть только из-за этого актерского состава уже стоит посетить спектакль? Да, конечно. Состав просто потрясающий, состав очень сильный. И ребята горят, они все такие заражены энтузиазмом. Мне это очень нравится, потому что это получается очень необычно. И нам тоже это нравится. Какую реакцию зрителей вы ждете? Может быть, было что-то подобное в Красноярске? Все-таки какого-то рода, например, иммерсивное действие, я знаю, что было на театральной ночи, в театре оперы и балета. Какую реакцию, может быть, вы ожидаете? Может быть, есть какие-то все-таки ожидания? Я как режиссер не могу оценить свою работу, это неправильно. Вот, может быть, Андрей скажет, какую реакцию мы ожидаем. Ну, как минимум, зрители, я уверен, будут вовлечены, потому что это новое. Когда идет продажа билетов, то постоянно идут вопросы, что это. Когда им объясняешь, чем отличается вип-портарак от экстрима. То есть, экстрим, ты сидишь прямо непосредственно перед самими актерами и видишь все, что здесь происходит. Не знаю, может быть, у нас там, я не знаю, можно говорить или нет, но будет бассейн. Может, может. Ну, вот, будет бассейн. Будет бассейн, будет бассейн. То есть, экстрим отличается от певиотенца, что в экстриме на тебя полетят брызги почти 100%. Вот, и люди сначала, может быть, как кто-то с недоверием, кто-то с энтузиазмом. То есть, все зависит тоже от темперамента человека. Но, слава богу, там, та категория людей, кто ходит на каменку чаще всего, это они покупают билеты. Они к этому готовы. Они к этому готовы, потому что они привыкли к тому, что мы постоянно подаем что-то необычное, что-то новое, задаем какие-то тренды в определенных событиях, а тут просто совпало. Это и хорошее событие, и что-то необычное, еще и культура, и у людей, на них в голове что-то смешивается, и они не понимают, но понимают, что это круто. У зрителей будет возможность стать русалками, в прямом смысле этого слова. Возможно, не русалками, но членами спектакля, точно. Как сейчас подготовка продвигается у вас? Сейчас идет самая сложная часть, это именно сборка сцены, оборудования и всего остального, потому что, казалось бы, это очень просто, но это очень много подводных камней в плане строительства, потому что это есть некоторые технологические вопросы, то, что человека как минимум всегда должна выдержать, как минимум она должна остаться на следующее лето, потому что у нас в планах не только сейчас это играть спектакль, но и на следующее лето тоже попытаться что-то подобное сделать. Еще раз о месте расскажите, где конкретно, вот в парке на Каменке будет... Это для начала адрес, да, это Павлово 21, правый берег, как бы ни казалось далеко, но уже для всех близко. Вот, это будет внутренний дворик, а когда люди пойдут, у нас будут указатели, и можно будет вполне спокойненько понять, где все будет находиться. Плюс мы записываем номера каждого, кто покупает билеты, и им будет выслана памятка. Как правильно добраться, чтобы никто не заблудился? И что нужно с собой взять? А продолжительность самой постановки? Продолжительность где-то полтора часа. Ну, как и обычное, наверное, театральное действие, да? Да, да, да. Ну, и помимо того, что люди будут смотреть спектакль, мы также готовим зону фудкорта, чтобы можно было также отдохнуть, чтобы пить кофе, потому что ночь уже более-менее холодная. А вот это секрет. А, это был секрет. Это был секрет, потому что это тоже часть спектакля. Все, Андрей раскрыл все карты, не знаю, как мы теперь будем. Спасибо вам большое, мы желаем вашей постановке успеха, и чтобы как минимум были аплодисменты и крики браво от всего зала. Спасибо. Спасибо вам большое, ну а мы продолжаем. Напомню, что в гостях у нас были Мария Тихонова, режиссер-постановщик мистического шоу «Русалка», и Андрей Колесников, куратор событий культурного пространства «Каменка». Спасибо.